Привет, друзья! Вы снова на канале Longplay. С вами снова Саша, с вами снова Ваня. И, как всегда, регулярная рубрика, в которой мы расскажем вам что-то интересное о любимых песнях или любимых артистах. Иван, что у нас сегодня? Сегодня мы будем рассказывать не только интересные, но и вдохновляющие истории. Это одна из моих лично любимых тем о песнях, которые мы знаем, любим, которые заслушаны Тадыр, но которые, тем не менее, хитами стали не сразу. А вот как и почему, каков был путь к мировой славе популярности, об этом сегодня будем рассказывать. Как красиво стелить, Иван. Ай-яй-яй. Заслушаться можно. Но мы побыстрее лучше начнем. Будет сегодня интересно. Поехали. Ну что, на всякий случай, для тех, кто, возможно, впервые видит эту рубрику на канале, в этой интересной теме мы анализируем, что же иногда помогает невоспринятой сразу песне стать хитом. Иван. Давайте мы сегодня начнем с не совсем обычных для этого сегмента наших выпусков стиля. Обычно начинаем с какого-нибудь классического рока. А вот сегодня давайте проберемся на территорию хип-хопа. Я уже думал, будет кей-поп. Но, в общем-то, не знаю, как вы, я не очень сильно ни в кей-попе, ни в хип-хопе. Вы в хип-хопе... В хип-хопе. Значит, насильнее разбираетесь и лучше разбираетесь. Мне просто понравилась сама история. У Канни Уэста была очень необычная история с песней Gone. Выпустил он ее аж в 2005 году. Ну и, конечно, как вы можете понять по заявленной теме, хитом она не стала совсем. Про нее уже все забыли, никто не слушал. Он сам в том числе. Называется песня Gone. То есть, ухожу или ушедший. Это вот пассивный залог. В 2013 году какая-то, значит, американская тетушка увольнялась с работы. И переживала по этому поводу, но думала позитивно. Работала она в компании, которая занималась производством новостей и решила уйти красиво. В половину пятого утра она пришла в офис и записала вот, собственно, это видео под песню Канни Уэста Gone. Таким образом сообщая своему шефу о том, что она решила покинуть компанию. Я думаю, что мы уже показали какие-то кусочки этого видео. И вы там внизу увидите текст, конечно, такой. Так вот она, это, собственно, текст, которым она это видео сопроводила, рассказав свою историю. А история очень замечательная в этом тексте излагается. О том, что вот я такая-то, такая-то, зовут меня Марина Шифрин. Я уже не помню, было ли там имя, но имя Марина Шифрин, да. Она большой звездой стала, поэтому имя-то стало известно. Я такая-то и такая-то. Работаю в компании, которая делает новости. Сейчас 4.30, я в офисе. И я решил записать это видео. Вы знаете, мой босс заботится только о количестве просмотров. Его вообще не интересуют никакие другие дела. И поэтому все это мне больше не нравится. Я просто наконец-то решил записать видео ради искусства. Сделать контент ради контента. Вот то, что понравится мне. И вообще не думать о просмотрах. И такая обаятельная женщинка оказалась, что видео завирусилось. И вся эта история так прям покорила американцев и людей в других частях света, что они стали повторять этот танец. В основном сначала те, конечно, кто тоже увольнялся с работы, кто попадал в похожую ситуацию, чтобы как-то помочь себе ее пережить. А потом просто все подряд. Было это уже аж в 2013 году. То есть спустя 8 лет после того, как Аня ее выпустила. То есть это песня 5-го года? Да, песня 5-го года. Спустя 8 лет после того, как Аня ее выпустил. Песня стала хитом и влетела в билборд. Топ-20. Спустя целых 8 лет после релиза. Да, это, в общем-то, классическая история о том, как короткие видео делают песни популярными. Что в наше время совсем не редкость. Но по тем временам это было не очень распространенное явление. И сама история меня очень зацепила. Тоже о том, что из нехорошей ситуации всегда можно найти позитивный выход. И более того, прославить песню самого Каньи Уэста. Надеюсь, Каньи ее за это поблагодарил. Ну что, тем временем близится чемпионат мира по футболу. Не то, чтобы футбол частый гость на нашем канале. Да и сегодня про него мы не будем. Просто я вспомню, был у нас с тобой один замечательный выпуск, приуроченный в финал чемпионата Европы, если я не ошибаюсь. Где мы обсуждали футбольные песни, футбольные хиты. И всквозь там вспомнили одну из моих таких любимых песен, прочно ассоциирующихся с футболом. Это A Little Less Conversation. Элвиса. Это ремикс Элвиса. Ремикс Элвиса, разумеется. Но песня суперхитовая. Я ее прям очень люблю. Для меня это вот мое детство, подростничество, как сказать, юность и реклама Найка. Но понятное дело, что если это песня Элвиса, то написана она была совсем не в нулевых. Конечно же написана она была в 68-м. Конечно же, не Элвису. Как мы все знаем, Элвис песен не писал. Более того, он некоторые песни еще и не пел никогда, как, например, Only You. И если вдруг вы не видели, искренне рекомендую вам посмотреть этот выпуск. Старый выпуск, посвященный Элвису. Писали эту песню для одного из его кинофильмов. Ну, точнее, не его личных. Там, где он играл главную роль. Фильм этот назывался Live a Little, Love a Little. Или, если дословно, Живи немножко, Люби немножко. Немного жизни и немного любви в русской адаптации. Фильм, к слову, не мюзикл. Там песен практически нет. Это такая главная песня, которую он там поет. Очень такая колоритная, красивая сцена, где Элвис вырывается на вечеринку у бассейна, забирает эффектную блондинку с собой на машине. Никакой ассоциации со спортом совершенно нет. Хотя у меня в первую очередь, когда я слышу эту песню, вот это вступление, там, та-та-та-та-та. Это все, я представляю футбольный мяч. Мне других ассоциаций быть просто не может. Да, ну и песня действительно такая выдержанная А получается что? Получается, что ее использовали Nike в рекламе И благодаря этому этот ремикс выстрелил в нулевые А получается что? Тогда в 68-м ее выпустили песню Она заняла там 60-м какой-то или 70-м какое-то место в чарте в Америке Что для Элвиса в том возрасте уже было совсем никак И только в Америке В общем, никуда эта песня не пошла Ее вообще никто не знал Фильм этот, кстати, тоже далеко не самый популярный Ну, в общем, была себе песня и была И вот он, 2002 год И компания Nike приходит К Джан Киксель Это такой шикарнейший Хотел сказать голландский, нидерландский, конечно же, диджей Как всегда не помню оригинального имени Обязательно здесь напишу Я думаю, среди зрителей канала Longplay Очень много тех, кто хорошо знает его творчество Как минимум те, кто слушал альбом Prodigy Castbreeder Который альбомом Prodigy не является Там как раз в числе прочих есть Джан Киксель Я пытался до конца изучить, но так и не понял То ли они просто обратились к нему за треком для рекламы То ли, что более вероятно, как мне кажется Принесли конкретно эту песню Элвиса Чтобы сделать именно на нее ремикс Но результат мы все знаем Реклама та была супер популярная Может быть супер популярная я говорю Как фанат футбола в те годы Но я сомневаюсь, что кто-то не слышал тогда эту песню Слышали все Я тебе это гарантирую Ура, спасибо, Иван И я помню даже, что я работал на радио Если кто-то еще не знает Сейчас режим деда включается Упоминаем В общем, сынки, тогда И работал на радио Вань, там песок сзади Посыпался, да Я помню, что я очень часто ставил ее в начало часа В утренних часах Я был там и музыкальным редактором, и утренний шовел Пробуждение Это было лучше Да, реально Лучшая песня для первого часа утреннего шоу Там программа не позволяла Чат прям совсем часто ее ставить Да, есть принципы ротации определенной на радио Там сейчас не будем в этих подробностях вдаваться Как только алгоритмы позволяли это делать Я все время ее ставил в первой песне часа И она заряжала прям всегда И тут достаточно забавный факт Родственники Элвиса Не позволяли никому и никогда Делать ремиксы на его песни За все время Это было почти 25 лет с дня смерти Элвиса Это был первый официальный ремикс И что этот ремикс сделал? До этого в Великобритании было два главных рекордсмена чарта Больше всего первых строчек британского чарта было у Элвиса и у Битлз Но после того, как вышел ремикс «Джанки XL» Элвис победил Спустя 25 лет после смерти Элвис уделал битлов И как раз к моменту 25-летия с этой печальной даты Готовили сборник хитов Элвиса В который просто в самый-самый последний момент В догонку запихнули бонус трекам Этот «A little less conversation» И еще и продали в разы просто больше пластинок Потому что молодежь стала покупать этот сборник Молодежь, которая вообще не знала особой песни Элвиса Но слышала современный этот хит И так через него вышла, скажем так, на легенду Воскресила ее еще раз И забавно, что на обложке написано Элвис versus, ну, против JXL Хотя «Джанки XL» это не JXL И представляешь, что было? Родственники Элвиса сказали, что Мы не хотим, чтобы имя его стояло в одном ряду С наркотиками А «Джанки» Что ты знал о «Джанке»? Just Funk, да? Это как раз-таки оно Так вот, аббревиатуру и сократили В эфире была рубрика «Занимательные факты о песне» с Александром Просто взял и перечислил все, что нарыл в гугле Собственно говоря, из этого канал Longplay и состоит Надеюсь, вам интересно Ты вот сейчас реально закрыл еще один мой гештальт Когда-то я работал на радио Ну и то, что там, естественно, оно Надо фоновую музыку подставлять под байки деда Да, это другую стал Песня называлась «Элвис Пресли slash JXL» «Little Less Conversation» Тот случай, да, когда ты Но ты знаешь, что это «Джанки XL» Но думаешь, что просто так, наверное, сократили Когда песню в вазу заносили Что-то просто так кому-то лень было тег прописывать Так подписали Видишь как? И за этим история есть Блин, очень круто Ну и в самом конце хотелось бы добавить Что за год до выхода ремикса Песня была в «Одиннадцати друзьях Оушена» И вот, скорее всего, это именно появление в этом фильме Ее воскресило И вот непонятно «Джанки XL» услышал ее и захотел сделать ремикс Или «Найк» Точнее «Найки» В общем, все Послушали мою любимую песню Рассказали историю Было классно Идем дальше Я продолжу копать У хип-хопа А у вас там песка еще больше, да? Поэтому вам приходится копать Ты знаешь, да Начали с популярного хип-хопа И продолжим таким трушным прям Настоящим Экс-экс-экс-тансь... Вторая попытка Экс-экс-экс-тансьйоном Почти Я не всегда могу произнести, да? Один слог пропустил Иван, к сожалению Вот, черт! Третья попытка Да Продолжим Экс-экс-экс-тансьйоном Бра! Да На самом деле Человек с невероятно грустной биографией И очень талантливый Очень талантливый парень Наверное, это для меня Самая большая вообще боль Из всей плеяды Рано ушедших За последнее время Молодых рэперов Да, он же как-то совсем юн был По-моему, 19-20 Для тех, кто не знает Вот этого молодого парня По-моему, ограбили И застрелили Да, история трагическая Ну, господи, мало ли В рэпе, в рок-н-ролле Таких трагических историй С одной стороны, печально Но такова жизнь, что поделать В общем В 2015 году Выпустил он трек Look at me Но до него никому не было дела Как вы понимаете по нашей теме Аж до 2017 года Когда он резко стал популярным Спустя два года И что же произошло Все на самом деле Достаточно банально И просто Потому что Для настоящего рэпера Ничего не может быть лучше С точки зрения пиара Чем что? Правильно Чем попасть в тюрьму Собственно Это с XXXTentacion И произошло Это на втором месте Как мы знаем Есть пиар-повод Посильнее Он им тоже воспользовался Это, собственно, и произошло Его посадили И На фоне Этой истории И пиара с ней связанного Песня Look at me Ворвалась в чарты И, собственно, наверное Поэтому, Александр Вы ее знаете Я, честно говоря, ее не знал Знакомился только Готовясь к выпуску Но я просто Закрываю пробелы В своих знаниях хип-хоп Тоже Стараюсь Потому что, честно говоря Я вообще не силен Потому что Вот кого могу сказать Уважаю Прям супер Горжусь И давно слушает Оксимирон Вот Все Кстати, если Знаете У Оксимирона Пример Который подходит Под нашу рубрику Мы с радостью Его тоже вспомним А что касается Песни Look at me Получается Он ее выпустил Я на всякий случай Повторю Немного туго думлю В 15-м году Он ее выпустил Она никуда Нигде Ничего А потом его посадили И все такие О! Да А почему именно Эта песня? Не знаю Не скажу Не разбирался дальше В этой истории Возможно, что Подписчики разберутся Тоже И напишут Расскажут Возможно, просто Просто так совпало Я разгадала Я разгадала Кстати, у Земфира вышел Мини-альбом На днях Послушайте А XXXTentacion Или Икса Как мне кажется Его называют Блин, безумно жалко Вообще Я до сих пор Любитель Послушать Многие его песни Ну, Тон Вы сегодня, Иван Задали Что надо Я вот Ньютон Скай Исак Я сейчас У меня даже Дилемма Перейти К Рок-н-браулу Или все-таки Остаться на волне Хип-хопа Который Как бы Не такой уж И частый гость Особенно В наших Дуэтных Выпусках Так что Наверное Я все-таки Продолжу В этом прекрасном Жанре Или скажем так Около него Хип-хоп Пап And R&B Примерно Тех же лет Что и Джанки Иксель Только чуть-чуть Попозже Это Black Eyed Peas Black Eyed Peas Которые я в то время Ну и до сих пор Конечно Но тогда Особенно Просто Обожал Всеми фибрами души Кроме того Что я Был влюблен В ферги После первого же Взгляда На клип Шарап Тушарап У них на самом деле Была очень актуальная На тот момент Музыка Альбом Малефанг Просто Усамая Сарденька Так вот Я сегодня Немножечко счастливый человек Потому что Я разгадал Загадку Которая Меня самого Мучила В те годы А это лет 14 Наверное Мне было Но тогда У меня Не было Собственного канала На ютюбе Как говорится Я же тогда Почему такой Злой был У меня велосипеда Не было Раскрыл я Загадку Своей юности И поделюсь Сейчас Со всеми Вами В общем Возвращаемся К тому самому Альбому Элифанг Который я тогда Слушал На своем Мп3 Плеере И третьей песней Была огромная хитяра Под названием Let's get retarded Смешно Ты не слышал Такую версию песни? Нет Дело в том Что я Они реально поют Let's get retarded Я только так Ее в этом виде Только ее в альбоме Тогда и слышал Прикол Подожди Прям есть Я думал Что это просто прикол Какой-то Типа Мемчик Такой По поводу Так вот Смотри дальше После чего По всем музыкальным каналам На всех радиостанциях Начинает просто В какой-то дичайшей ротации Звучать песня Let's get it started Шикарный клип Который я смотрел Тысячу раз А может даже больше Просто крутейшая песня У меня Первая ассоциация Помнишь Можно было Зайти в какой-нибудь Киоск Не знаю Как это назвать Там где чинили Мобильные телефоны И за деньги Тебе закачивали Туда рингтоны Да Еще помню Что они прям Даже продавались Там нужно было Смс отправить Куда-то там И тебе Приходил рингтон За денежку А я помню Пиратскую версию Хотя я думаю С смс тоже Не все чисто Но было такое Приносишь рингтон Какому-то дяде И он через полчаса Отдает тебе телефон И у тебя там Все вот эти вот звуки И эта мелодия У меня примерно Вот в том Временном отрезке Дальше идет Дончено Помпера Она там была где-то В одной папке Телефона И я к цуп-цуп Порви коридолла Тоже конечно Но это наверное попозже Да ладно Ну наверное Вернемся к Black Eyed Peas В итоге мы имеем Две песни Ну точнее Песню одну Но совершенно разные припевы В первом случае Поется В том Который я слушал На альбоме постоянно Let's get retarded То есть Ретард Ну это так называют Устственно отсталых людей Да Да Это Обидно Вот что И это очень обидно Да Но Это именно В контексте Людям которые болеют Да Обидное словечко И получается Переводится Это название Как Ну типа Давайте Не знаю Отупеем Там Приступим Начнем Короче История была Очень простая Но на самом деле Мне кажется Многие должны были Слышать эту версию С ретардами Нет Я не слышал Ты не слышал Ну я тебе говорю Ну да ладно Нет У меня профдеформация Я же говорю У меня была Своя полочка С музыкой Где было Все что нельзя Было на радио Слушать И было радио Которое было отдельно Там было все остальное Black Eyed Peas В этом между Не попадали Потому что Black Eyed Peas Были на радио Понимаешь И поэтому Поскольку это Альбомная песня То на радио Я слышать не мог Я естественно Слышал версию Let's get it started Короче Как оно было Оригинальная песня Называлась Let's get retarded Но что они Имели ввиду Имели ввиду они Давайте Оторвемся Дело в том Что Let's get retarded Чисто на сленге West Coast Западного побережья Ого Означает Как бы Уйти в отрыв На танцполе Сойти с ума На танцполе Ну В этом плане Не то что ты Умственно отсталый Да А то что мы все Сейчас Свихнемся В танце Угу Я даже зачитаю Есть синонимы Go down И Get Или go Stupid Я так понимаю В Калифорнии Эту фразу Используют В клубах Используют В сленге Но так вышло Спустя год А то и больше После выхода Альбома Перевыпустили Эту песню Отдельным синглом Уже с таким Нейтральным названием И конечно Насколько большой Это хит Уверен Вы сами все знаете И уже на будущих Прессах Альбома В следующих Версиях Бонус треком Добавляли Эту версию Все равно Трушные Black Hat Peace Оставили В основе альбома Ту самую Свою Оригинальную Про ретардов Ну вот А видимо у меня Была Скачана версия Раннего альбома Без переделанного трека В общем Как можем проследить Здесь Не только Интернет Вирусные видео Кино и так далее Иногда для того Чтобы песня Все таки стала хитом Нужно просто Заменить слово Ну или не просто Заменить слово А просто Быть более Политкорректно Назовем Очень крутая история Прям Для меня тоже Ну и конечно Напоследок Обязательно Вставлю Откуда Было взято Знаменитая On the bass Keep running running Рассказывали мы Об этом В выпусках Про сэмплы Может Возможно И да А если нет То в любом случае Вы увидите Кто это На обложке А если не увидите На обложке То закрепленном Комментарии Под этим видео Я обязательно Оставлю описание Со всеми Песнями Из выпуска Вот на сегодня Все Спасибо большое И вам Что составили Мне компанию И спасибо Всегда приятно Дорогие друзья За то Что уделили свое время Для просмотра Этого видео Надеемся Вам было интересно Как всегда Ждем Ваши комментарии По данной теме Какие интересные Примеры Вы знаете А если ничего Не знаете По теме Да просто Напишите Что-нибудь Хорошее Хорошего Сегодня Не так уж и много И очень Не хватает Конечно же Подпишитесь На канал И до встречи Через неделю Пока